62. Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не зайдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господь. И будешь венцом славы в руке Господа, и царской диадемою на длани Бога твоего. 63. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. 64. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобой сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. 64. Видишь ли вновь воспоминенную любовь и возбужденное желание? 65. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. 66. Но разве не были поставлены стражи на стенах Иерусалима? 67. Конечно, были поставлены, и даже весьма часто. 68. Какую же они принесли пользу? 69. Они сами подверглись мучению. 69. Здесь стражами называются или правители, или священники. 69. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! 69. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле! 70. Видишь или нет, как Он всегда утверждает, что добродетели происходят от них. 71. А для того, чтобы они не полагались на то, что было предсказано, и не вели себя так, как будто они были достойны этого, 71. Пророк и сказал, исправит и сотворит радость. 72. Если вы будете вести правильную жизнь, то будете радостью Иерусалима и славою земли. 73. Если же нет, то, что предсказано вашим сынам, совершится в апостолах, которые будут радостью небесного Иерусалима и славою во всей вселенной. 73. Господь поклялся десницею своей и крепкой мышцею своею, не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. 74. Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. 75. Но разве он не отдавал? Конечно, отдавал и врагам. 76. Итак, разве он нарушил клятву? Когда говорится о наказаниях, то он изменяет клятву. 76. Почему же он изменяет клятву и относительно благ? Не он изменил, но они изменили, не повинуясь его повелениям. 76. Он не возвратил их домой, потому что они могли совершить большее преступление. 77. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. 78. Видишь ли, что все блага их видимые. 79. Обрати, кроме того, внимание на то, что когда он обещает духовный мир, дар, то евреям в нем отказывает. 80. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите через Иона, 81. Грядет спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. 81. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным, городом не оставленным. 81. Смотри, какими именами он называет их, камнями избранными, именем их будет воля моя, ознаменованные стены. 81. Когда они, иудеи, назывались такими именами, разве они не понимают, что этими именами он показывает нечто совершенно иное? 81. Он ищет скромной жизни, и если таковое не находит в них, то это происходит от их лености.